МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Жулин, чемпион Европы, чемпион мира, чемпион Советского Союза и самый главный тренер по фигурному катанию в мире. Это я для тебя и для Авербуха специально так говорю. Александр Жулин сегодня в Смаке. Саш, доброе утро. Доброе утро. Я принес тебе грейпфрут как символ Олимпиады. Ведь на некоторых рынках Олимпиаду пять колец делают из пяти грейпфрутов. Мы празднуем начало Олимпиады, зимние Олимпийские игры, Ванкувер. Мы не могли не пригласить человека, который с зимнего вида спорта не на ты даже, а на эй ты. Саш, что мы будем сегодня готовить с твоей помощью? Так, готовить мы будем сегодня салат, такой греко-итальянский. Олимпийский салат? Ну, потому что Греция – родина Олимпийских игр. Конечно. Вот интересно, есть греко-римская борьба? А, греко-римская борьба, вот по сути, давайте назовем салат греко-римская борьба. Греко-римский салат. Греко-римский салат. Отлично, отлично. А на мейн, на главное блюдо мы будем готовить спагетти с сёмгой. Спагетти с сёмгой. Начинать надо утро со стаканчика грейпфрута. Вот для чего я принес. Да, то есть мы сейчас… А давай мы действительно начнём, поскольку это спортивно. Ты, наверное, когда… Слушай, а вот как бы… Я просто хотел… Режь вот это греко. Давай, ты разрезай, Петин, я подаю нож. Сейчас. Разрезаем мы вот так. Тут очень всё просто. И используем мы для того, чтобы выжать сок, товарищи. Так, давай, значит, смотри. Вот это один стакан сока. Вот это второй. Это второй. Сейчас попробуем. А если вот так это расположить, ещё один греко-пут. Вот тебе, Олимпийский. Понимаешь, да? Да. Всё. Оп. Интересно. Вот. Смотрите, Олимпийские игры. Да? Хорошо. Так. Один смягкий. Вот этот у нас будет… Такой звук. Бесшумный. Понимаешь? Тишина. И только журчит. Вот для чего. Вот, конечно. И только журчит тихонечко. Ручеёк. Ручеёк такой. Вот сок. Так. Саш. Ну, по-моему, сейчас иммунитет будет. Получается. А, скажи, а ты впервые… Ну, вот я хотел спросить, в советское время были какие-то специальные… Фруктов же было мало. Да. Соки свежевыжатые вообще не практиковались. Нет, не практиковалось. Витаминное питание. Был какой-то у спортсмена специальный? Вот у вас были какие-то то, чего не было у… Нет, ну, кстати, я никогда не забуду. У нас сбор в Красной Поляне. Это я ещё катался в ЦСКА. Да. И у нас на столах стояли банки чёрной икры. Вот никогда не забуду. Вот такие, такой толщины. И мне тренер намекнул, что я немножечко не в форме по весу. Мне было тогда лет, наверное, 17. И я икру не ел. Вот отказывался, держал форму. Вот, друзья, вот, пожалуйста, у вас… Да я так не сделаю. Если бы я увидел банку икры, я бы ушёл из сборной. Ушёл бы из спорта. Я просто бы забрал бы две банки, и это позволило бы… Вот было время. Кормили чёрной икрой спортсменов. Сейчас такого, кстати, наверное, нет. Сейчас нет, да. Сейчас нету. Но зато сейчас есть… Наверное, это когда в Америку ты приехал, да, вот там же популярные свежевыжатые… Да, там очень популярны вот это всё. Вот это всё. Свежевыжатые соки. Ну, кстати, вот честно скажу, в систему это не вошло у меня, в Россию. Я всё время хочу. Я хочу. Но видишь ли, в чём дело. Такая вещь, конечно, необходима. Конечно, поэтому… Её не надо мыть. Она сама себя моет. Саша, я хочу поднять этот бокал с соком, с витаминами, за победу российских последствий над всеми остальными. Это прекрасно. Саша, друзья, давайте поаплодируем. У нас… Надо пить, конечно. Да, это так, конечно, просто даже глаза открываются шире. Это всё. Саша. Да. Я предлагаю приступать к тому, о чём ты говоришь. Наверное, нам сначала… Как нам лучше? Сначала нам сёмгой заняться? Сначала, наверное, соус надо сделать для сёмги, чтобы он начал готовиться. Ну, давай начнём с соуса. С соуса. Давай, и что нужно? Мне нужно масло сливочное. Сливочное. Во-первых, у нас так сёмга, понятно. Сливочное масло. Масло. Что ещё? А сливки, что-то, 23%. 23% для сливки. В каком количестве у нас их много? В таком, да, в большом количестве. В большом количестве, так. То есть будет сливочный соус. Так. Что ещё нам нужно? Травы, они все здесь. Травы все здесь. Сёмга пока нам не нужна. Сёмгу, ну, нужно бы её, конечно, порезать. Она у нас как будет готовиться, сёмга? Кусочками, вот такими по 2 см где-то. И мы её будем вам жарить? Она будет, нет, она будет прям в соусе томиться. А, мы её прямо потом в сус. Да, я надеюсь. Но мы это будем уже класть в некий готов. Вот мы соус растопим. Всё. И всём будет, да, кусочками. Значит, мы берём... Включаем. Включаем. Откуда этот рецепт, кстати? Этот рецепт... Этот рецепт... В Италии я такую делаю. Итальянская паста. Всё, прекрасно. Значит, мы берём... Вот этот кусочек. Сколько у нас получается? Это, наверное, грамм 100. 100 грамм. И прямо начинаем топить его... Вот 100 там грамм? Мне кажется, да. Мне кажется, что здесь... 100, тут и есть тут. Всё. На небольшом огне мы начинаем растапливать... Нет, нет, да, вот на этой штуке, да. Мы начинаем всё. Вот у нас растапливается масло. И сливочки прямо туда же. И прямо туда же мы выливаем сливки. Открывай. В общем, я думаю, что они... Открывай сливки. Так, друзья. Так. Вот. Пока вот так оставляем. Вот так вот оставляем, да? Наверное, да. И пускай настопится масло и сливки. Да. Всё растапливается. Что нам нужно будет? И потом вот эти травы. Базилик. Базилик. Орегано. Орегано. Красный перец. Красный перец. Да. Всё это мы добавляем в этот соус, да? И добавляем потом туда... Сёмгу. Сёмгу, которую мы сейчас порежем кусочками. Мы решили взять норвежскую сёмгу. И вот я сейчас вот таким вот образом... Да. Норвежскую сёмгу испортить практически невозможно. Её готовить быстро и легко. С этой задачей справится даже такой начинающий пленар, как я. У меня есть это полотенчик? Полотенчик, конечно, бумажное. Есть, достаю. Саш, что ждёшь от Олимпиады? Расскажи, что... Где нам в этом году и на этой Олимпиаде... Говорят, что непростая будет Олимпиада для россиян. Тяжёлая будет. Тяжёлая? Тяжёлая, да. Кто нам дышит в затылок? Кто пытается догнать россиян? Кто сильная самая сборная? Канада, Америка? Не знаю, как правило, это норвежцы очень сильные были всегда. Американцы, конечно, подтянулись. Но мне почему-то кажется, вот скандинавские. Вот Норвегия будет, немцы сильные будут. Будут ли какие-то открытия на Олимпиаде? Как вот твой прогноз, как профессионал? Мне кажется, на Олимпиаде всегда какие-то случаются открытия. Но вот от кого ждать? Знаешь, есть такие... Не поверишь, главное открытие, мне кажется, будет Плющенко. Подожди, правильно ли я понимаю, что Евгений Плющенко, который выиграл очередной титул после долгого периода чемпиона Европы, претендует на то, чтобы стать олимпийским чемпионом, двукратным олимпийским чемпионом. А в одиночном катании двукратных олимпийских чемпионов не было. А в парном? В парном были. В парном были, да? То есть, по идее, Женя может установить рекорд. Гиннесса, да. Гиннесса? Да, если выиграет, то у него будет серебряное, золотая, и сейчас будем надеяться в катании. Слушай, а как Женя после такого перерыва обрел форму? Такое возможно, получается? Ну, собственно, ты являешься ответом на этот вопрос. Я не верил. Какой был у тебя перерыв перед тем, как ты стал кататься с Ингиборгой Деккунайте в первом проекте? Он назывался «Звездный на льду», да, по-моему, если я ошибаюсь? Да, лет 10, наверное. 10 лет ты не катался? Да. Но все равно все же помнят? Многие помнят. Ну, ты знаешь, спармин и руки тоже важны. Ну, да. Ну, и Ингиборга, которая периодически приходит к нам в гости, она как раз лишнее подтверждение того, что руки тоже помнят. Потому что она приходит самостоятельно, а не при помощи... Так, на руках. Да, да. Так, значит, мы... Подожди, мы можем прямо... Каким образом? А, можем вот так. Или вот так? И срезаем. Какими? Кубиками? Вот так, думаю. И теперь на кубики все это. Нарезаем это все на кубики. Так. Ну что? Так, Ваня, я начинаю. Подожди, да, давай добавляй сейчас. Вот у нас уже закерчить. Сколько нужно, скажи, сколько нужно паприки? Паприка это переведи, это красная, да? Красная, да. Вот столько. Огонек, по-моему, его можно уже убавлять. Да? Уже начинает закипать, да? Сейчас он будет, видишь, выпариваться. Потихонечку, сейчас, сейчас закипит. Какие еще специи мы добавляем? Соль, наверное, мы добавляем. Но помимо соли надо еще добавить... У нас есть сухой орегано, а вот это... Это всегда весело. Прованские травы. Что такое прованские травы? Трава из Прованса. Трава из Прованса, друзья. Он достаточно такой должен быть, да? Пряный соли. Ну, конечно, чтобы это было... Так, и соль. И соль чуть-чуть, да. И соль добавляем мы... Так. Так. Хороший. Так. И свежемолотый. Сколько нам нужно. Так. Это мы сделали. Все, начинает потихонечку, видишь, у нас... Да, ну, с соль можно потихонечку туда забрасывать. Туда можно забрасывать соль. В принципе, соль же будет вот в этом достаточно быстро готовиться, да? Ну, да. Сейчас он густеть начнет. Вот. Саш, может такое блюдо себе позволить, например, фигурист, который готовится к Олимпиаде? Или существуют какие-то специальные диеты? Фигурист, да, фигуристка, скорее всего, нет. Потому что она должна быть худенькой, стройненькой, а сливочной, а фигурист должен быть сильным. Сильным. И ее поднимать, да. Соответственно. А есть специальные какие-то диеты у тебя есть? Допустим, ты когда взял французскую пану? Они здесь живут. Снимают квартиру. Вот. И когда они переехали в Москву... Они переехали в Москву, правильно я понимаю, исключительно для того, чтобы ты их тренировал? Исключительно для того. Потому что ты не можешь переехать во Францию по целому спектру причин. По многим причинам, да. Так. Но... Но вот они приехали к тебе тренировать. Сколько ты их уже тренируешь? Уже почти два года. Помимо, естественно, непосредственно тренировок, выстраиваешь ты им питание, выстраиваешь ты им образ жизни. Ну вот таким вещами занимаются? Я считаю, что люди, когда им уже после 25, они там уже заниматься этим уже поздно. Они должны быть профессионалами. Вот. И я считаю, что тренер должен только заниматься льдом, а все остальное они должны... Ну не должны облезать в их личную жизнь. Так. Ну что? Кладем. Кладем. Значит, мы... Засыпаем аккуратно. Так. 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 И вот так. Все, друзья, что у нас происходит? У нас семга как персонаж сказки Ершова «Конек-Горбунок», нырнула в кипящие сливки, сливочное масло, травы, соль, прованские травы, сушеный орегано, перец красный, перец черный, соль. Все готовится. И вот в таком виде... Десять минут. Дорогие друзья, с вами на первом канале у нас гостях сегодня Александр Жулин, человек, который от спортсмена звезды прошел путь до тренера суперзвезды. Значит, у нас, друзья, я расскажу, что происходит. У нас, в принципе, готов соус, потому что он готовится несколько минут. Поэтому мы соус выключили, он у нас стоит, мы его потом чуть-чуть подогреем. Нам нужно поставить воду для пасты. Давай. Мы потом поставим так. Вот таким вот образом. Одного нам хватит? Я думаю, что нам хватит даже меньше, чем один. Я просто... Сейчас закипит вода, и мы молниеносно закинем пасту. Воду посолим. Слушай, да ты можешь, в принципе, сейчас даже... Ну, уже ты открыл. Хорошо. Так, вода у нас закипит. Все, мы поставили. Я предлагаю переходить к... Салату. К салату. Да. Значит, рассказывай, как мы готовим салат. Так, мы сейчас все рвем, всю зелень. Мы рвем зелень? Ну, я имею в виду Романа, вот это все. Вот это. Мы рвем Романа? Мы рвем. Да, так говорили противники, соперники Романа Костомаров. И не получилось. И Роман не только получил Олимпийскую золотую медаль, но и наконец-то... Хотя, почему наконец-то? Роман же уже двукратный победитель Ледникового. Да. Уже с Чулпан. С Чулпан и с Юлией Ковальчук. И с Юлией Ковальчук. Да. Смотрите. Сколько проходит времени, когда появляется партнерша, до момента, когда на серьезное соревнование? Ну, ты имеешь в виду Ледниковый период? Нет, я имею в виду как раз Олимпийский период. Ледниковым-то мы знаем. Нет, ну как бы... Сколько, вот когда ты стал тренировать Таню и Романа, сколько прошло времени? Ведь у них... Вот с момента их становления в пару... Да. И... До Триумфа. До Триумфа 8 лет прошло. 8 лет. Да. И это 8 лет, друзья, не только побед. Это 8 лет и... Это и 15-е места, и 12-е. А вот что ты говоришь как тренер людям, которые занимают 15-е место? Потерпи. Потерпи. Просто потерпи, будешь первым. Твой час придет. В нашем виде спорта, именно танцы на льду, нужно иногда подождать. Существует такое понятие. Сейчас все омолодилось, сейчас стало проще. Сейчас стала тенденция, что ты можешь выиграть именно в танцах на льду. Уже Олимпийские игры, при возрасте, ну, чуть ли не 23 года, 22. А раньше такое было невозможно. Потом поменялись правила. А что за новые правила? Новые правила... Это сейчас нужно... Обязательно без бороды должен быть партнер? Ну, как минимум. Седых волос это должно быть? Ну, просто сейчас огромная нагрузка идет на мышцы, на ноги, на коньки. То есть надо учить уже изначально детей по-другому. По-другому. А кто меняет эти правила? И меняет эти правила президент нашей федерации фигурного катания, Отави Чинкуанта, который является сам человеком, который пришел из шорт-трека, не понимая ничего в фигурном катании. Вот. Он просто любит, видимо, этот вид спорта. Но ему сказали, что на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, насколько я помню, был скандал. Он сказал, чтобы скандала больше не было. Сделать единую систему для всех. Чтобы можно было судить танцы, так же, как парное катание. Нам придумали элементы. И теперь танцы... То есть сейчас у вас есть обязательный элемент? У нас есть обязательных много элементов. И в произвольном, и в оригинальном танце, которые все должны выполнять обязательно. Поэтому сейчас танцы видоизменились, и они стали не... Ты противник этого... Очень небольшой. ...нововедения. Очень большой. А предлагали ли тебе с твоим опытом и с твоим знанием войти, я не знаю, в руководящие органы? Ну, я же не из шорт-трека. Ну, как? Зачем мне бы предлагать? Шорт-трек, друзья, это скоростной бег на коньках. Шорт-трек? Да. Да, в закрытом помещении. В закрытом помещении? Да. Ну как? Понимаете? Я просто пример. Это все равно, чтобы если бы Федерацию футбола возглавила бы художественная гимнастка. Да. Потому что мячи же там и там. Конечно. Конечно. Так, продолжаем. Саш, мы нарезаем... Черри. Черри помидоры. Так, так, так. Отличаются ли французские спортсмены и вообще работа с французами от работы с россиянами? По большому счету нет. Кто знает? Но зато русские могут больше потерпеть. Вот через «не могу». Там такие моменты есть. Французы, они терпят, терпят, но до определенного момента. И потом, когда начинает выходить вот эта русская «эх», они раз и сдуваются потихоньку. А у нас наоборот, да? А у нас наоборот. Наоборот. У нас, может быть, не готов, но на старте выдаст больше. То есть вот эта фраза «не-то тренер. Я один. Я кайки дома забыл. Ничего. Потерпи». Потерпи, конечно. Сейчас. Катайся на санках. Катайся на санках. Катайся в кроссовках. Давай. Кому было легко. Кому было легко. Саш, порву еще вот такого салата. Так, что у нас еще туда пойдет? Огурцы? Огурцы пойдут. Фета, чиз, сыр. А болгарский перец? Оливочки пойдут. Оливочки? Сейчас я достану. Да. Сейчас я достану. И там немножко лука, вот красного. Чуть-чуть красного лука. Чуть-чуть. Отлично. Я предлагаю сделать вот что. Сейчас. Зеленые оливочки подойдут? Да. Саша, вот сколько нужно, ты давай нарезай. Да. Ну тут эти оливки еще и колорит Испании вносит. Я тогда беру луковичку. Ну сколько, я думаю, что половинки? Даже меньше, да? Луковичка меньше, да. Вот так вот. Да, вот так. Вот так вот. Все, кладем луковичку. Скажи, а бывают ли какие-нибудь козни, которые строят друг другу спортсмены? Даже психологически сбивают, оскорбляют, показывают язык спортсменам? Нет, многие у нас спортсмены, честно говоря, с собой коньки носят, вот не оставляют в раздевалках. А вот я об этом слышал. Наверное, правильно делают, потому что одного удара батарею достаточно, чтобы 4 года на смарку. Ну, взял конек только батарею и положил. И все, ты выходишь, падаешь 6-8 раз. Просто потому что сбивается коньок, да? Да, просто нет ребра, да, не на чем кататься. Вы представляете себя? И поэтому перестали делать батареи, сейчас во всех раздевалках холодно. Да, ну действительно, чтобы уже сразу... Ну, зимние олимпиады. Зимние олимпиады, конечно, на отопление никто не тратится. Конечно. А, ну, запасные на всякий случай есть, но мало ли? Нет. Ну, а как везут коньки? Вот смотри. Вот, кстати, последнее время запретили, потому что коньком можно замахнуться на летчика и сказать, вези меня в Тегеран. Теперь коньки сдают в багаж, то есть нельзя их проносить. Ну, а не дай! И очень часто, да вот сейчас у Плющенко, когда он возвращался чемпионат Европы, коньки не прилетели из Талина. Он летел через Хельсинки, что-то там потерялось, он приехал. Коньки решили выйти в Таллине? Он есть, Мишин есть, Рудковская есть, коньков нет. То есть... Смотри, ты сразу, Плющенко, меняю Рудковскую на коньки? Нет. Верните коньки и забирайте янку. Вот такого вы говорите. Слушайте, ну а как, действительно, у Ли... Ну, хорошо, что это после соревнований. Вот, именно. То есть есть еще до Олимпиады время как-то... Очень многие люди не получали багаж и не выступали на соревнованиях. У нас в таких случаях просто... Особенно, если летят через... Заш, ну, европейский. Через знаменитый Париж. Короткая пересадка. Все. Замилый Париж. Ты без коньков. Кто бывал там в подсобных помещениях, знает, там грузчики ходят в коньках. Да. Там все нормально. Там у них все хорошо. Так, мы порезали лук, порезали оливки. Оливки. Порезали оливки, порезали... Перчик. Перчик. Держи. Держи. Закипела у нас вода. Все, давай забрасывай. Закипела, вот кипит вода. Сейчас я посолю воду. Посолим воду. Перчик. Что нам еще нужно для салата? Нам для салата еще нужен сыр. Сыр, сыр. И вот тот самый синтез. С одной стороны фета. С другой стороны моцарелла, да? Да. Сколько феты, Саша? Феты вот так. Оп. Отставляем. И кубиками, да, наверное? Да. Насколько строгий режим у олимпийцев, у спортсменов? Вот то есть, что ты будешь требовать от своих подопечных на Олимпиаде? Требовать? Ну, после девяти отбой. Да нет, ну зачем? Ты не захочешь проверять спальню спальню спальню? Нет, нет. Зубной пастой там не могу? Нет, ничего нет. Какие сборные... Ой, какой вкусный фета, сыр. Я порежу еще моцареллки немножечко. Давай, конечно. Кто из сборных сам... Ну, вот какие сборные выделяются среди большого количества олимпийских сборных? Кого сразу видно? Американцы. Есть какие-то, наверное, традиции, как себя ведут команды, да? Ну, как-то, не знаю, устраиваются, может, вечеринки какие-то? Американцы сразу. Нет, ну, там, понимаешь, там общая вот эта одна... Такая атмосфера? Столовая, так называемая. Вот. Олимпийская столовая. Ты можешь сидеть за одним столом с Ягром, с Грецки. Ну, раньше вот такое, я помню. Ты сидел с Грецки? С Сижевал с Грецки. С Грецки за столом, когда он играл за сборную Канады по хоккею? Да, да. Слушай. И это просто вот это, конечно... И сами ребята хоккеисты, они говорят, ты попадаешь в какую-то атмосферу, потому что миллионные контракты у людей. И вот они живут там, Марк Месье, например, и Марио Лемье. А там как студенческое такое, две коровати и все. А при этом миллионеры. А при этом миллионеры. И они говорят, что мы в этом находим определенный кайф, потому что это все объединено. Ну, другие соревнования, Олимпиада это другое. Дух олимпийского такого братства. Дух олимпийского братства. Так, значит, ну что, засыпаем. Это вообще такой кропотливый процесс. Половинку-то точно. Вот так. Да, я думаю. Да. Вот так. А сколько варить? А варить нужно 7-12 минут. Но прежде чем это, Саш, я тебя оставляю следить, помешивать соус. Варятся наши... Варятся наши... Я перемешал. Наша паста. На секунду я тебя покину. У нас, друзья, короткая реклама на первом канале, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что херес в переводе с литовского означает «Визе вам отказано». Эх, Женя, Женя, зря ты коньки свои в багаж сдал. Из кинофильма «С любимыми не расставайтесь». Дорогие друзья, с вами, наверное, у нас гостя, сегодня Александр Жулин, с которым мы уже практически приготовили салат, греко-римский салат. Слушайте, ну вот прямо... Он у нас такой, получается, витаминный совсем салат. Так, теперь, что мы делаем? Что мы делаем, дорогой? Ты заправляй, а я беру эти самые наши... Так, я добавляю, нет, лучше вот этого. Бальзамический уксус немножко. Нам нужно вот так вот. Значит, бальзамический уксус, что еще? И оливковое масло. Оп, оп, так. Паста у нас готова. И вот эту же пасту мы ставим на мелкий-мелкий-мелкий-мелкий огонек. И вот сейчас, друзья, соус мы начинаем медленно перекладывать вот сюда. Паньте, посолил это? Салат нет. Нет, да. Салат нет. Саш, да, я правильно же делаю? Посмотри. Да, абсолютно. Количество самое главное. Да, чтобы было вот красиво там. Так, друзья, что у нас происходит? У нас готов салат, но при этом... Так, салат готов, только посолить. Так, скажи, а икра, когда икра? Когда икра? Мы можем сейчас все там перемешать, и когда мы уже разложим все на тарелке, в конце, сверху красненькая икра. Так, так. Да, хочет помешать. Вот, давай, давай, давай. Вот, посмотри. Да? По-моему, отлично. Вот, все. Больше, наверное, не надо, да? Не надо, да. Все, больше нам не надо. Перебора. Перебора. Отлично. Мы уже не... Нет, нет, все, уже никакого нет. Мы прямо... Так, ее мы на секунду... Закрываем. Закрываем. И это мы закрываем. Пойдем сюда. Здесь у нас все готово, да? Здесь все готово, только посолить. Посолить у нас... Вот, вот, вот. В принципе, у нас соленая фета. Ну, чуть-чуть. Ну, можно чуть-чуть. Вот так вот, все. Так, друзья, что у нас происходит? У нас... У нас готов салат. Давайте я повторю рецепт. Как мы готовили... Саш, ты меня поправляешь. Давай. Как мы готовили салат греко-римский? Ну, тут все очень просто. Порезали листья салата. Порвали, да. Порвали листья салата. Добавили порезанные помидоры черри. Оливки, сыр фета, сыр моцарелла, болгарский перец и красный лук. Прекрасно. Соответственно, вот такой у нас получился салат. И паста, которую мы тоже приготовили. Паста у нас готовится следующим образом. Мы взяли соус, растопили 100 граммов сливочного масла, добавили туда сливки. Это чуть-чуть вот закипело. Добавили туда специи, красный перец, орегано, прованские травы какие-то мы специально добавили. На самом деле это все, конечно, по вкусу. Добавили туда перца черного, соли, красного перца и положили туда семгу. Семга там повалялась какое-то время, совсем немного, минут пять. И, в принципе, соус готов. Все это закипело, мы выключили и добавили к уже сварившейся пасти. Поскольку тренер не спортсмен, можно и побольше. Вот так. Давай вторую. И надо украсить нам икрой. И надо нам украсить это икрой. Я совсем не спортсмен. Можно еще побольше, но все. И красная икра. Прям ложкой, Ваня. Прям ложкой? Да. И прям сверху? Прям сверху. Вот прям вот так? Да. Вот так? Да. И вот так, что ли, ты хочешь сказать? Товарищи, для олимпийцев мы открыли и нашу заветную баночку еще с 1989 года. Андрей Макаревич привез ту баночку из оборонного запаса России. Друзья, у нас все готово. Я прошу вас поаплодировать Александру Жулину. Саша, я предлагаю салат пробовать прямо вот отсюда. Прямо отсюда можно попробовать салат. Слушай, знаешь, что я люблю сурфета? Из-за того, что сурфета крошится и заполняет все собой. Салат удался, да? Да. Я смешиваю. Ты не смешиваешь? Нет, я смешиваю. Так, прям вот так вот берем? Не хочу. Вот смотрите, кстати, друзья. Ой, товарищи. Это же красота. Да. Вот. Вот это называется, друзья, олимпийский первый завтрак. Вкусно. Вкусно. Давайте поаплодируем. Саша, я не знаю, как у тебя время еще и на приготовление еды остается, но... Веседневый, не оставалось бы. Так, Саша, ты как человек, который знает, что такое олимпийские игры, не понаслышке. Обратись, пожалуйста, к спортсменам, к нашим болельщикам. Пожелай что-нибудь на Олимпиаде нам всем. Дорогие болельщики, болейте за нас, за нашу сборную. И я думаю, что все у нас получится, потому что без вас, без ваших, как говорится, сердец, глаз, без вашей помощи, нашим спортсменам придется там очень тяжело. А с вами будет гораздо легче. Я думаю, что мы завоюем нормальное количество медалей. Вот так, друзья. Аплодисменты. Александр Жюлик сегодня, смотри, Саша. Ну, мы не можем тебя отпустить с пустыми руками. Так. Вот, поскольку икру мы тебе не можем дать, хотя ты и просил об этом, это было условие твоего участия. Мы тебе хотим кое-что преподнести в подарок. Итак, от нашего спонсора. Корзина ароматного душистого цейлонского чая Акбар. Неиссякаемый источник бодрости, энергии и хорошего настроения. Это тебе. Так. От нашего спонсора. Истинный шедевр домашней коллекции. Соковыжиматель. Борг. Гарантия 5 лет. Мы. Саша. Традиционно для нас. Павлович. От нашего спонсора. Всемирно известного производителя посуды компании Такова. Набор контейнеров. Система холодильник. И кастрюля от шефа из нового премьер-каталога. Инновационные изделия Таповер. Это стиль и качество вашей жизни. Дорогие друзья. Дорогой Саша. Мы благодарим тебя. Мы желаем победы. Всем спортсменам достойной победы. У нас гостя сегодня друзья. Олимпийские игры в Ванкурии. Вместе с нами приветствовал и встречал, готовив параллельно вкусную еду. Замечательный тренер, спортсмен Александр Жулин. Саша, спасибо. Я сейчас вернусь. Мы будем продолжать. Друзья, у нас пауза на одну неделю, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что шумовка в переводе с венгерского означает группа поддержки. Продолжение следует.